Ну а теперь проверим наше домашнее задание. Значит, первая формула у нас была литий-2О. Значит, масса лития относится к массе кислорода. По табличке Менделеева мы смотрим, АР лития у нас 7. Так как здесь 2 лития, то 7 умножить на 2 будет 14. 14 относится, а АР кислорода 16 к 16. Эти цифры сократимы, потому что они оба четных числа. Сокращаем на двойку, получается 7 к 8. Значит, правильный ответ 7 к 8. Теперь рассмотрим массовые отношения к алюаш, гидроксида к калия. Значит, это вещество у нас, это соединение состоит из элементов калия, из элемента кислорода и из элемента водорода. Заглядываем в таблицу. АР калия 39 относится, а АР кислорода 16, а АР водорода 1. Мы видим, что здесь 2 нечетных числа, одно число четное, поэтому все 3 цифры не сократимы. Тем более здесь единичка стоит, поэтому правильный ответ, окончательный, вот такой. И, наконец, вот посложнее формула, которая была. Значит, это вещество, это соединение у нас состоит из элемента кальция. Значит, пишем, масса кальция относится к массе фосфора и относится к массе кислорода. Из таблицы Менделеева АР кальция у нас 40. Таких кальций у нас 3 атома, значит, 3 умножить на 40, получается 120. Относится. П. П по табличке у нас АР 31, но П у нас взято в скобочке, и за скобкой стоит дважды. То есть, П у нас 2 атома. Значит, 31 умноженное на 2 получается 62. Кислород у нас в скобках 4 атома, а за скобкой еще 2, дважды. Получается 4 умножить на 2, 8. То есть, всего кислорода 8 атомов. 16 мы умножаем на 8, получается 128. Значит, цифры четные, можно их сократить. Сократим на двойку для начала. Значит, получается 60, 31, 64. Одно число из них нечетное, поэтому все 3 цифры сократиться у нас не могут. Поэтому правильный ответ остается вот такой. Сократим на двойку для начала.